Ты хотел, чтобы я продемонстрировал тебе танц? Пожалуйста, сними ногу с ноги. Посмотри на эту лошадь в этом направлении. Тебе не надо двигаться. Тебе не надо говорить. Смотри в этом направлении спокойно. И когда ты смотришь, я хотел бы тебе напомнить о том, что ты делал, когда впервые учился писать буквы алфавита. Они казались тебе маленькими и сложными буквами, сложной задачей. Буквы были разных форм и размеров. Их так было много. Печатные буквы. Письменные буквы. Заглавные буквы. Маленькие буквы. Но потихонечку, одну за другой, у тебя сформировался зрительный и ментальный образ каждой буквы. Зрительный и ментальный образ, расположенный где-то в твоем мозге. Расположенный там навсегда. И точно так же ты выучил эти числа. Ты выучил, как шестерка отличается от девятки. А девятка — это перевернутая шестерка. Каким образом, куда смотрят ножки от цифры три. И потихонечку у тебя образовался зрительный и ментальный образ, расположенный где-то в твоем мозге. Пока я говорил с тобой, изменилось твое дыхание, изменилось твое кровяное давление, изменился твой пульс, тонус мышц изменился, моторные рефлексы изменились. И когда я теперь скажу слово «сейчас», ты закроешь глаза. Сейчас. Если ты будешь продолжать чувствовать себя все более и более удобно, настолько удобно, насколько ты можешь себе позволить, и если ты будешь продолжать уходить глубже, тебе кажется, что ты превращаешься в один мозг, безграничный мозг, плывущий в пространстве, плывущий во времени, и вместе с твоим голосом твой голос уплывет вместе за моим голосом. Мой голос может отличаться от голоса твоих родителей или голоса твоих школьных друзей, твоего учителя. Он может превратиться в голос того, кого ты хочешь. Может превратиться в звуки птиц, поющих у озера, звуки реки или ветра. И я хочу, чтобы ты погрузился глубоко в транс, с тем, чтобы ты забыл все и начал получать удовольствие от воспоминаний, которые давным-давно забыл, от воспоминаний, которые становятся реальными и становятся для тебя всем сейчас. Ты можешь вспомнить, как ты сидишь в школе, а мой голос превращается в голос учителя. А может быть, ты играешь сам с собой? Я не знаю, какие у тебя воспоминания, но они очень хорошие, и их приятно переживать вновь, чувствовать себя в прошлом, в своих давно забытых воспоминаниях, которые внезапно стали реальностью, и ты оказываешься вдруг прямо в середине своих воспоминаний.